Выходила нами, Катюша, Слава, Своей, 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 Своей. Настоящий праздник двора около 10-го дома по улице Коммунистическая. Дети покоряют новые горки и карусели. Спортсмены играют в баскетбол, футбол и теннис. Артисты блистают талантами на новой сцене. Обновленный двор пришелся по вкусу всем жителям, от мала до велика. Я здесь живу с 78-го года и, конечно, такого не было, как сейчас. Очень красиво, прямо выходишь в отбор. Я даже в окно теперь смотрю и любуюсь, как дети на качелях катаются. Еще совсем недавно состояние этой территории мало располагало для прогулок. Посреди двора возвышалась полуразрушенная крепость, которая уже представляла угрозу для жителей. У людей не было возможности ни погулять, ни заняться спортом. Раньше нам приходилось тренироваться в честном зале нашей школы, а сейчас, когда построили эту площадку, можем приходить сюда и заниматься здесь. Сначала площадка была какая-то грустная, а потом стала такая веселая, что на ней хочется 4 часа быть. И котели, там котели, иголка. Местные активисты и раньше пытались привести территорию в порядок. Следили за газонами, сажали цветы. Их старания не пропали даром. В программу «Двор, в котором мы живем», попадают в первую очередь те дома, где жители и сами активно занимаются благоустройством. И в будущем сумеют поддерживать порядок. Все время, пока шел ремонт, люди сотрудничали с районной администрацией. Вместе составляли проект. И подрядчики постарались учесть пожелания соседей. Двор получился уютным и благоустроенным. Для малышей – песочница и детская площадка. Для молодежи – теннисный стол, футбольная и баскетбольная площадка. Для старшего поколения – отдельный уголок, где можно попеть песни. Глава Самары Дмитрий Азаров приехал поздравить жителей улицы Коммунистической с победой. В целом, конечно же, видно, что сделано все с любовью, сделано очень профессионально. Конечно, очень важно, что жители от самого начала идеи, от проектирования до окончания работ принимали непосредственное участие. Ну, понятно, что все невозможно предусмотреть. Но видно, что сделано все очень-очень хорошо. Глава города пообщался с жителями и дал несколько поручений. Заасфальтировать дополнительные пешеходные дорожки, там, где уже появились народные тропы, и укрепить ограждения и спортивные площадки. На этой неделе, после комплексного ремонта, в городе планируют открыть три десятка дворов. Всего в этом году в Самаре на средства городского бюджета благоустроят 72 дворовые территории. В следующем году программа продолжится. Инициативные граждане уже подали заявки. Итоги конкурса подведут в сентябре 2014-м. В городе благоустроят еще несколько десятков дворов. Ольга Морозова, Мария Иваткина, Артем Слойманов. События.